Свои силы в конкурсе «Лидеры Кубани» может попробовать любой россиянин, не старше 50 лет и имеющий высшее образование. Важен и стаж работы. До 30 лет конкурсант обязан отработать по специальности не меньше года. Старше необходим опыт руководства – не менее двух лет. Этим критериям вполне соответствуют предприниматели Сочи Юрий Меньшиков. Он уже создал личный кабинет на сайте «Лидеры Кубани.рф», заполнил анкету и готовит видеоролик с презентацией. Рассказать собирается о себе лично и о своем проекте, который разработал вместе с городским управлением молодежной политики. Проект называется «Цитрус» – дословно Центр трудоустройства студентов. Полезен он не только молодежи, но и работодателям, и индивидуальным предпринимателям. На базе центра регулярно проходят семинары и мастер-классы на разные темы. Убираем барьеры у наших предпринимателей о том, что именно надо брать людей только с опытом. Но это не так. И наоборот, люди без опыта – это более перспективные кадры. Это те кадры, из которых впоследствии больше шансов даже сформировать команду, то, что обычно люди и наши предприниматели хотят. В первую очередь, я бы хотел, участвуя в данном конкурсе, пообщаться с лидерами мнения нашего края, получить обратную связь, какую-то экспертную, от более опытных коллег. Ну, повторюсь, потому что для меня общественная деятельность важна, и мне бы хотелось в ней развиваться, и хотелось бы быть более в ней успешным, более коротким путем достигать как-то и быть эффективным. Задача конкурса лидера Кубани – не только выявить талантливых управленцев, но и дать им знания и опыт. Конкурсанты на очных этапах встречаются с лидерами крупных корпораций, а финалисты участвуют в образовательных программах и проходят полугодовую стажировку в различных организациях края. Оставить заявку на участие в конкурсе можно до 30 сентября. В октябре пройдет дистанционный отбор, на котором конкурсанты в режиме онлайн-тестирования представят свой управленческий потенциал. В ноябре пройдут зональные полуфиналы, ну а самые перспективные и талантливые примут участие во втором кадровом форуме. Он пройдет в декабре в Краснодаре. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».